Ну что, друзья, приветствую всех любителей четвертой Европки. Мы с вами наконец-то продолжаем играть за наш с вами Непал. И если вы смотрели прошлые серии, наверное, вы помните мои мега разговоры, рассуждения о том, что насколько у меня плохая мышка, что ей приходится все время стучать. Мои поздравления мне и, наверное, вам тоже. Вам больше не придется это слышать. Вам теперь придется слышать, как мне неудобно на новой мышке, блин. Молчу. Так вот, Непал. Блин, вспомнить бы, что у нас хоть. Какие-то перемирия, может, коалиции. Да вроде нет. Представляете, я вообще все забыл абсолютно, что у нас было до этого. Ну да, Джоанпура мега-мега. Я помню, что он у нас нападал. Теперь он выглядит не так страшно, как до этого. У него мега-союзы. Но эти мега-союзы можно разрушить посредством войны. Мне подсказывали то, что... А что я у Джоанпура союз-то не разрываю? Моя ошибка. Извините меня за это. Ладно, давайте отжимать паузу. Походу мы разберемся. О, ХСНВ мы присоединяем. Точно, точно. Присоединяем ХСНВ. У нас займы, я смотрю, есть. При полном снижении содержания армии у нас очень низкий доход. А что-то я начинаю вспоминать. Да-да-да, легитимность низкая, престиж. Чё-то у нас прям не всё так уж и радужно, как я мог себе представить. Дикая, страшнейшая у нас коррупция просто. Какой-то процент восстания. Недавно мы, видимо, завоевали с вами бутан. Вот серьёзно. Вот человек, который подряд будет все серии смотреть такой. Чё ещё происходит, да? Я вроде как смотрю и смотрю. А на самом деле между сериями сейчас... Сколько? Ну, два дня прошло, по-моему, да? Если я за один день всё забываю абсолютно, то за два дня вы можете себе представить, да? Ладно, опять же, по ходу разберёмся. Помню, помню... Сабильность плюс один приятно. Помню, я хотел как-то получить границу с мином, чтобы я стал его данником, и чтобы никакие Джон Пуры нас больше не пугали впредь. Это можно сделать как? Правильно. Через войну с Камом. Так как на Кам нельзя напасть, можно напасть на кого-то союзника. Вот, допустим, три Пура. Самые мелкие, самые, к которым можно напасть, да? А, Три Пура. Чё тут? Кам. Какой-то мелкий в Индии. И Ава. Ава это серьёзный, кстати, соперничек. Но он в одиночку, так что он 7000 тюб. О чём это вообще? Так, если я на Три Пуру... Мальвы до нас даже вступают. Вот этот мелкий не вступает. Ну, блин, тогда... А у нас имеются же какие-то там эти, да... Нага. И, пожалуйста, Три Пура, собственно. По торговле это всё в... В Бирме. Ну, ладно, давайте будем делать Касус Белли потихонечку. Не знаю, почему я до этого так не делал. Ведь, наверное, наверное... Были на это какие-то причины, или просто я не замечал эту возможность расшириться. Ещё помню про Чагатай. Они что-то говорили на него пойти. Но Чагатай что-то... Хотя, в принципе, можно. Какой у него военный тех... У меня пятнадцатый, у него одиннадцатый. О, господи. Я думаю, даже из того, что он... Оно Ханст, вот этот Чагатай. Я думаю, даже степи его не спасут. Там, пустыни степи. Мы можем просто идти разваливать его. Ну и да, по техам мы очень сильно отстаём. Кроме военных. Посмотрите. Пятнадцатый военный тех. Дипка одиннадцатая. Ну и из-за этого коррупция у нас растёт. Так солидненько. Так что искорять мы её будем очень-очень долго. Так, в каком... В девяностом году, через три года ХСНВ мы присоединим. И мы получим кучу-кучу границ. Ну блин, на него тоже не нападешь. Ну ладно, мы же с КАМом хотели работать. Тут уже... Ну да, да. Территории такие. Можно, в принципе, одну провинцию получить. И, пожалуйста, уже выход. Так, владение территорией. По-моему, у нас всё грустно. По владениям и территориям. Но это ладно. У нас админ тех тоже как бы отстаёт. И при прокачивании теха у нас, пожалуйста, группа идей. А в группе идей можно взять и выбрать, наконец-то, качественные. И тут уже... За... За сто лет объединяем два региона. Индийский и китайский. Как бы засекайте. Какая-то реформа у нас, наконец-то, появилась. Служащие администрации. А-а-а... О, Пурби приведёт. Что? 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 Государственный реестр Пурби. Ага. Я забыл, на самом деле, что такое Пурби, кстати. Это Раджпуты. А что такое Пурби? Пурби, Пурби. Подождите. Это где-то вот просто так у нас? Пурби. Военная мощь огневая. Только на Раджпутов. Ага. Так. И если я вкачаю, то у нас Пурби обычно отменяется и добавляется к ним просто дисциплина, да? Только на Раджпутов. Угу. Дисциплина Раджпутских полков на пятёрочку. Ну, приятно. Приятно. И модификатор реформы, восстановление боевого духа и лояльность Раджпутов. Это, я так понимаю, боевого духа на все. Ну, почему нет? Пожалуйста. Уникальная фигня какая-то. Полезно. О, и наконец-то админтех. Так и вот. Админтех, да, говорите? Можно сделать вот так. И бам. Бам. Всё. Все страны вокруг нас боятся. Тихо-тихо-тихо. Не надо коалиции. Всё нормально. Мощь пехоты. Бам. Всё. На следующем ходу коалиция нас разрывает, потому что мы слишком сильные уже. Все это... Это всем очевидно. Итак, наконец-то мы на Трипуру сделали претензию. Блин, они к нам хорошо относятся, да? И плевал я на ваши отношения ко мне. Так, чё мы... Чё это такое? Нет, дипку мы... Дипку мы купим. Так вот, я отменяю. Коррупцию снижения. Вот, чтобы, ну, хотя бы она не росла, да? Вот так. Содержание армии и минус 3 монетки в месяц. Стабильно, пожалуйста. Какой же отвратительный у нас генерал. Ой-ой-ой. Ну, блин, правитель у нас тоже такой себе. Ладно, пускай живёт он молодой довольно. Итак, в принципе, мы готовы, чтобы освежить в памяти. Так. Нет, давай дипломата. Блин, чуть не отменял присоединение вассала. Так, ага, уже вот это присоединяется. Мальва, что у тебя по отношениям? Болгосклон. Нет, да я вот так лучше буду прожимать периодически. Так, Трипур. Кам. Вот он. Что? Мы прямо сейчас заберём у них территорию. Джархан. Ава, да? Давайте мы сразу сейчас вот так вот пойдём на Трипуру. Аву разберём, да? Выйдем её из войны. Мелкого. Ну и Кам тут уже что успеет захватить, то успеет. Поехали. Поехали. Ну, интеграция завершена. Куча сразу в войск к нам попала. Не, мы даже в лимит не упали. Хорошо. И Роскоррупции сразу же. Опа. Вот так. Хорошо. О, мы же можем бесплатно дать территории себе, делать во владение, потому что мы присоединили вассала. Вот это ещё, кстати, очень умный ход, хотя и не очень осознанный, но да, я где-то подозрел... А, подожди, нет, национализировать всё-таки одно нужно. Нага, что за нага? А-а-а, она вот так вот входит. Ну ладно, понял, не страшно, не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может быть, по обширнее границу с Китаем тогда заполучить? Чё нам... Чё нас останавливает? Возможно... Но агрессивка непонятно с кем даётся, правда, да? Ну да, надо каунт... Таунгуш... Кто это? Таунгу... Кто такой Таунгу? А, вот он Таунгу. Господи, ну плевать я на Таунгу хотел. Ладно. Ой, тихо, выйти из игры нет. Хам мы получаем полностью, я так понимаю, да? Да, можем взять спокойненько. Вот так вот. И надеюсь, Мин возьмёт нас в данники. Будем платить ему дань исправно. А он за это нас будет защищать. За всяких... Джоанпуров. Ну хорошо. Репарации мы не можем взять. Да и плевать я на их хотел. Бум. По красоте. О, не пал. Сразу на приюшке будет видно. Чё-то вот изменилось определённо. Ну и вот эту территорию, на что мы напали, Таунгу опять негодует. Просто кющет не может. Денюшки, пожалуйста. О, сразу пустошь покрасился. Уууу, солидно. Я вам говорил. Взяли идею. И всё, игра просто полетела. Конечно, шутка. Так вот. Айраточка, кого мы возьмём в противнике, а? Гуджерат? С Гуджератом мы постоянно воюем. Но он не граничит с нами. Ариса, наш союзник. Мин, вообще забудьте. Мальва, далеко от нас. У нас даже к выходу к морю нет. Гуджерат, по-моему, самая адекватная, да? Ну, давайте, давайте. Так, у нас бедствие какое-то, бедствие. Гражданская война. Каждый месяц их расширение. Что? Одно Рюридинский совет. А, легитимность у нас низкая, понял. Тогда мы сейчас... Что-то коррупция, блин, постоянная. Чё я хочу сделать? Чё-то я хотел сделать определить? Чё-то, чё-то... Ага. В своих расширениях... Почему я не могу? А, могу, могу. Ну, кстати, дикие проценты по займам. Я во время войны, просите, их успел набрать? Один процент? Ну, не знаю. Не знаю, у нас был плюс. Ладно, видимо, они и у нас и так были. Я, по крайней мере, буду на это надеяться. Давайте мы подаем в восстание. Посмотрим. Вот еще. Уиски могут восстать, да? А может просто автономию поднять? Да, ого, господи, все красное. Тогда мы сейчас... А через вот эту вкладку автономию поднимем везде. О, стать данником державы мин. Разумеется, родной. Разумеется. Мы больше не великой державой. А мы были великой державой. Ладно, мы уменьшаем военную усталость. И цена национализации чуть падает. А в сумме-то это нормальное число выходит. И бум. Совсем недавно научился обращать внимание на военную усталость. Реально. Получили непальскую... Как это? Идеи, традицию. Королевская кумари. Боевой дух армии плюс десяточка. Ну и вроде и неплохо живем. 4,7. Не знаю, у наших соперников больше, не больше. Где-то можно в летописи это глянуть. Качество армии, соперники, боевой дух. Ну, они все не содержат их, да? 0, ну, единичку, да? Подожди. 3, 377 у него боевой дух. А, простите, а почему у меня боевой дух больше? Нет, я что-то не понимаю. Нет, видимо, я что-то не понимаю. Потому что боевой дух, я всегда по нему отставал. Очень, очень, очень. Теперь, смотрим тест. Содержание армии в ноль. Единичка. Так. Теперь, теперь, что можно? Ну, давайте советуем. Нет, наверное, да? С Иджи Нагаром улучшить отношения самое простое. Теперь отнимаем земли. И, ну, за десяточку у нас будет уже дебафы, да? А давайте, почему нет? Все равно у нас денег нету. Долком вообще. Так. И выплатить несколько займов, которые под высокий процент у нас лежат. Вот такие, типа, да? И мы все равно в минусе. Супер. Класс. Вот, вот так вот. Еле-еле. Просто, а еще можно, кстати, понизить содержание. Вуу, вообще богаче получается. Просто с присоединением ХСНВ, нашего вассала в прошлом Марку. Марку, неважно. У нас еще одна крепость появилась. И крепость вроде неплохая. Она дефает что-то здесь. Что-то. Вот сюда можно еще какую-нибудь поставить, да? Вот сюда. Нет, она все равно будет проходить, потому что вот она соседняя, да? Ну и плевать. Я к тому, что крепость пускай остается пока что. Так, беспоряд... А, посни здесь беспорядки. Ну, это из-за военной усталости, понятно. Ну, из-за того, что я кучу автономии раздал всем. Да. Виженагар, отношения с тобой точно-точно. Плюс два. Тю, мы с тобой такие союзники были хорошие, Виженагар. Так, у нас свободное дип отношения случилось, да? Так, с кем бы что хотел, может быть, союз? Какой-нибудь жесткий такой альянс, мега. Чегатай, нет, спасибо. Кмер против Лансанга, а? Как вам такое? Ну, мы не скоро с ними будем воевать. Плембанг, Давьет. Ага, они не в соперниках, потому что Лансанг слишком жесткий для кмеров. Тогда хрен знает. Вроде в Индии такие альянсы собрались. Типа, Непал, Мальва, возможно, Ариса, но это так... Так, еще союз Ариса-Дели, жесткий союз. Правильно понимаю? Ну, мелких мы не будем считать, наверное, да? И, пожалуйста, Джоанпур, Гуджарад, Бахмани. Бахмани, Бахмани это что-то отдельно, смотрите. Не считаем. Так, и Синд еще с ними был, да? Ну, вот все, альянсы. Вот этой карте было бы удобнее показывать, на самом деле. Виджиан Агар смаливай, ну, блин. Ладно. А, ну и секрет нашего дефицита в том, что мы провинции, к тому же, перекрещиваем. Ну, понятно. О, боже, мы займы берем, как я не проследил. Минус 6, что делать с этими займами? Хорошего... Блин, у нас какая-то невероятная инфляция, что ж такое? А, очки тратить нельзя, потому что у нас мало очков. Вот засада, засада, засада. Ладно, может быть, хотя тут сапожок тоже очень сильно приятно. И у нас дисбаланс будет. Ладно, давайте дип очки мы не будем тратить. А, вот админочки, пожалуйста. Я бы первым делом даже не в инфляцию вложился, а во владение территорией. Что у нас тут есть? Ага, вот тут что-то у нас. Непальская Баса... Ба... Баиси, да? Да, по развитию, наверное, проще посмотреть. Но это какие-то не очень сильно они развиты. Ну, Хэзэ, вот Хам хорошая провинция, да? А, еще... Вот, Гималайи. Гималайи, тут много провинций, тут есть на восьмерочку. А, на шестерочку... Да, ну, да, давайте, что, как бы... Потратили чуть-чуть качков. И доход наш изменился. Внимание, сейчас месяцем мы увидим. Ай, наи... Ай, вообще не поменялся, только что проскочило. При содержании мисс... Я не того миссионера отправил. Ёпт. Вот в чем секрет кота Бориса оказался. Так, ну, все равно мы в диких минусах, потому что я случайно по тупости взял займ. А, ну вот, баланс что-то вырвался. Ну, будем надеяться, что он такой же останется. Он даже с выплаченным займом мы в плюс попали. В плюс это хорошо. У нас не будет ли восстаний? Восстаний... А, ну нет, по восстанию вообще все прекрасно. Хорошо. Тогда мы не будем переживать насчет восстаний. Кстати, раз у нас две армии, я бы разделил, как бы пушки переставил. Десять и тринадцать. Двадцать три. Ну, давайте мы пару тысяч. Даже вот таких пару тысяч мы туда отправим. Да? И одиннадцать и один пушек двенадцать. Итого нужно, чтобы шесть было. Пятерочку. Ну, все, четко. Сейчас будет мега ударки, мега... Мега подкрепление, как у нас было. Ежегодный памп. Боже, Мин, ты меня в военные очки тыришь. Ну, такая цена за безопасность, как бы, чё. Мы, кстати, можем союз с ними. А, а, субъекты не могут быть союзниками своего господина. Понял, принял. О, Ариса, верно? Против Бахмани. Бахмани, Бахмани. Так, против Бахмани. А, Дели также против Бахмани. Блин, а стоит ли вступаться? Мы ничего же не получим. А, Хиджаз. Защитник веры Хиджаз. Блин. Против Османа воюет Хиджаз. Ой, Хиджаз, блин. А чё он шиитский, кстати? Мяка Медина под шиитами, ребят, всё. Реально, кстати, под шиитами. Ну, чё, Бахмани. Ну, священный поход, видимо, к гадалке не ходи. У них есть религиозные идеи, да, первые. Ну, давайте. Ну, блин. Мы сразу в минуса полетели. Давайте. Мы вот так вот всё снизим, конечно. Конечно же, вот это мы прожмём. И скажем, что вот всё, давайте. Мы вас морально поддерживаем. Если что, мы за вас, давайте всё. Надеюсь, когда я вот такую фигню проворачиваю, у нас доверие-то не снижается между нашим союзниками. Чё, Бахмани по армии? 29 тысяч и без рекрутов. О-о-о-о. Ммм. Прибрежной территории. Ммм. Нет, мы запариваемся туда-сюда ходить. Тут куча противников на нашем пути. Так что нет особого смысла. А вот, кстати, вассало себе... А как мы его сделаем? А я знаю, как мы его сделаем. Ммм. 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 Хорошая идея. Кто-то есть. Ротанпур какой-то, да? Надо же ещё больше. Ммм. Вряд ли нам территорию отдаст бот. Правильно. Правильно. Ладно, тогда вы вообще не запаривались. У нас займы, у нас дела, семья, работ. Блин, круто, наверное, как мин следить, дань, собер. Хочу сейчас собственного данника. Как тебе можно сделать данника? Вопрос. Данник, 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 данник. Хрен его знает. Какие-то в этих странах есть войны, типа, данником сделать в каких-то нет? А как это понятие хрен его знает? По крайней мере, было где-то за данника война. А, мы, наверное, сами данниками являемся, поэтому хрен нам, да? Не, ну я понял, понял, понял. Ай, твари, всё-таки зашли до мою территорию. А, что делать? Хороший вопрос. А что мне делать-то? Не, ну их, в принципе, немного, в принципе-то. Давайте мы, наверное, вот так вот сделаем. Так вот. Вот так вот, чтобы... А вот так. И содержание армии настолько же под ними, чтобы у нас нолик был. А ладно, что мы мило... Нет, это семь монет, это много. Вот наполовину, да-да-да, всё пошли убивать. А тут 19 тысяч, блин, ну шо ж такое эти... Ага, да. Сейчас, да, вот тогда полностью, тогда как мы восстановимся? А, подожди, мир. Что? Кто? Дели из войны вышла. Понял. Подожди, я смотрю на содержание крепости, и у нас какие-то... Две новые крепости появилось, смотрю, бидар тут какой-то. И эти, эти мрази тупо захватили, значит, бахмани. Захватили крепости и передали мне во владение. А, прикольно. И чё теперь? Пожалуйста, не надо, я вас с ума... Ещё какая-то была крепость, может, где-то на юге нам чё-нибудь передали. Шо это за механика такая? Нужно крепости на чужую территорию поддерживать, кошмар. Ещё какая-то осталась. Варангал, чё-то такое. Варангал. И тут крепость есть. Ну, вообще супер, да? У меня тут... От меня мин 32 монеты хочет, да? И мне сейчас... Я сейчас не смогу ему выплатить. Они мне вон чё, какую подлянку. Спасибо. Спасибо большое. Ох, у нас с мином уже доверие 30. Блин. И он сейчас с нами будет по-другому говорить. Не захочет... Боже, друзья, а можно я просто выйду из этой сраной войны? Это Ариса. Это, блин, Арис... О, 420 и рипа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да я навоевался бы посмотришь. Бум. Бум. Ариса? Кто там? Дели? Насрать вас хотел. Даже можно вот так вот сделать. Всё. А, он всё равно союз расторгнет. Спасибо за денюжки. Ха-ха. Красиво, да? Так, что у нас тут под проценты? Вот это. Вот это. И 6 монет. Нормально все имеем. Ещё репарация на 2 монеты получаем. Моё почтение. Так, ну, как вы видите, первым делом нужно как-то разобраться с торговлей. Потому что с торговлей у нас всё полное, полное, полная беда. Беда с торговлей. И торгуем мы в Бенгалии. И, ну, логично, нужно пойти бы в Бенгалию. Можно построить постройки. Здорово. Оказывается, можно строить постройки. Что нам может принести денег? Производство нам может принести денег. 20... 0, 29, да? Ммм, торговля. О, торговля. Подожди, торговля, торговля. Треца... Ну... Вот 3, 3 единицы торговли. Это много или мало? У нас сколько всего единиц торговли? Это торговое влияние, так понимаю, 70. Это мало довольно. У нас. И трёшечка это так нормально будет? Или мне кажется? Ой, ничего не понимаю. Ну, давайте по старинке просто... Просто производство вот так вот бахнем, да? Хоть на эти деньги можно было выплатить... Что ж такое? Выплатить займов, да? И это, ну... Более полезная вещь. Но, тем не менее, хочется же что-нибудь построить. Ариса, поздравляю с приобретением. Солидно выглядишь. Ну, Дели не удел, как обычно. Может, денег получила. Но я явно больше денег получил, чем Дели. Кто в выигрышах, кто в проигрышах. Как бы... Всемирная торговля. Кстати, я тут заметил уже Испания. Испанец начинает всякие колонизаторские... Игры. Есть у меня небольшой план. Небольшой догон, какое-то возвращение. Понятно. Напасть на туангу. Радич Лансанг, господи. Ладно, неважно. Все это для чего я собираюсь делать? Джоанпур за него вступается. У Джоанпура есть мега союзники. Можно развивать союзы у них полностью все. Просто другого окна в Индии у нас нет. Арица наш временный союзник. Если мы на Дели... А мы сможем просто так на Дели напасть? Подожди. А вы в союзе? Арица разорвался из Дели. Ой-ой-ой. Подожди. Тогда отмена. Отмена. Тогда мы можем сразу на Дели напасть. Правильно? Афганистан. Белуджи. Вообще ни о чем. Ни о чем фарс. Нифига у него цвет красивый. Так, тут торговля в пинжа... Ну, блин. Конечно, торговля, она тут бесполезна особо. И лучше бы у нас в союзе было Дели, а на Арису мы нападали. Но как есть, так есть. Мы нападем на Арис... Ой, говорю, на Дели. Да, что мы хотим? Ну, по территориям просто так забрать нормально же будет. Правильно? Ладно, давайте мы шпионскую сеть будем потихонечку делать. И кто знает, может быть я буду тянуть всю торговлю не в Бенгале, а в Лахор. Ну, это маловероятно, потому что тут, ну... Откуда тянуть, что в Лахор? Как бы только из Индии, пожалуйста. Хоп, Бенгали. В Бенгалию все утыкается. Ну, Бенгали самый богатый другого региона в Индии. Ну, не считай Гуджарат, но Гуджарат от нас очень и очень далеко. Зацените, при полной искоренении коррупции... Я просто один займ выплатил. Один. И мы можем просто фулл, максимально вправо, искоренение коррупции и баланс у нас положительный. Это так прекрасно, вы не представляете, как прекрасно вот это вот наблюдать сейчас. Осталось только коррупцию понизить. За пять лет у нас полностью у нас пойдет, ну, практически. Давай считать за пять с половиной цена повышения развития. Нет, легитимность сейчас для нас важнее. Кстати, у нас каким-то образом... А нет, бедствия осталось. Нет, оно охрененно знает, почему оно пропало, но приятно. Кстати, в Дели очень развитые провинции. Вот, допустим, да. Тут только в одной территории, в верхней даб, 24, 19, 13. Нам такое и не снилось. Кстати, Дели тут столица, так что это будет очень дорого эту провинцию забирать, но мы заберем. Также нужно обратить внимание на то, что у Дели 42 тысячи, они сильнее нас в одиночку. И маленькие подсосики, 6 и 5 тысяч, тут как бы ни о чем. Но это серьезно. У Дели куча-куча крепостей. Крепостей, да? А у нас никакими наступательными идеями даже не пахнет. Даже в отдалении не пахнет. Так что нужно брать это во внимание обязательно. Мальва. Мальва против Дели. Ой-ой-ой. Это очень вовремя. Это очень-очень вовремя. Мальва, ты знаешь, какие мы территории хотим получить? Вот эти вот. Вот эти вот. Вот эти вот. Ну и можно еще... А все приграничные. Можно на самом деле Кашмир. Давайте за Кашмир мы еще вот так вот добавим. Мальва, если что, ты понимаешь, ты знаешь. Дели. Ну против соло Мальвы хорошо, понимаю. А за что вы, кстати, воюете? Вы воюете за Дели. А подожди, они тоже хотят Дели. И мы хотим Дели. Тогда мы сейчас вот так вот как-то делаем. Содержание армии фул 27 монет. Ой-ой-ой. Ну ладно, тогда мы сейчас... Давайте подведем армии и уже разберемся там. Просто пополнение такое дорогущее. Сейчас уже 3 монетки буквально. Блять, я не согласился. Ёб ты, why much? Ладно, тогда на Дели мы так сможем напасть, правильно? Загружаться не будем, не будем загружаться. Я человек простой. Че-то не получилось, я не загружаюсь. Пожалуйста, Дели. Мальва, кстати, хороший союзник у нас вообще доверие было невероятно. Очень-очень-очень жаль. Так что, Дели, давай все завоевание. Никто за нас не ступает. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Красиво DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok так боже хрень наследника где-то он здесь этот наследник да вот верховное божество верховное божество когда-то я брал но прошлый раз я брал дип репу потому что боялся то что он скалит сюда-то нападет она в итоге напала так что давайте может быть эффективность торговли наверное возьмем вещь полезная вещь нужная и пойдем миссить этого претендента этим уж я зря его миссию кстати чё зной уже поздно наверное да претендент на престол 3 4 3 а у нас 243 получше получше но уже поздно мы больше не да некий ёб твою мать ай-яй-яй больше не верю это мин за что ты так с нами мин я же считал тебя отцом мин как-то доверие ниже 30 ну чё супер супер все нам конец все нам к я ничего бы не делал все нам конец хмеры может быть вассал пегу кстати мы великая держава здорово непал здравствуйте я велика джо вода нам еще и нужно институт прокачивать уф еще раз какой он глобальный торговлю купцы плюс один кстати потихонечку и так прокачиваться надо потому что я печатный пресс забабахал мин дружище мин я же я вспомнил комментарий можно продавать институты но нет никто не соглашаться мин у тебя есть вообще что тут иметь долги нет у мина нету не стоит колено не знаю может быть я раньше мог мину продавать технологии но теперь уже не могу но вы поняли мне конец нам вот эту коалицию видите да мне конец просто мне конец крышка крышечка нужно сейчас знаете еще делать вот так вот делать и молиться подскажите мне сурьи молиться сурьи ребята все в комментах молимся сурья чтобы на меня не напали и будет смешно если сейчас следующий кадр на меня уже к лица нападает пожалуйста не надо эти знаете чем предлагаю отменить торговую компанию на плохая идея на она нам дает торговлю а этого торговца они кстати не дает можно отменить чё думаете а давайте отменим зря я все это затеял чё я хочу отменить торговую компанию и и сделать такой мув принятие тибетскую культуру но неплохо да хотя почему-то думаю если торговая компания то у нас восстание как бы минус идет восстанием но нет не идет тогда наверно собственно ручьи нам придется сейчас вот это делать торговая компания есть карта специально торговых компаний карта торговая оборот где же это нет реально вот разрабуем на заметочку нету карты торговых компаний так производства товаров минус 200 процентов на пять лет получается да ну ладно чем примерно я помню где нас торговой компании да нету торговые здесь где то есть еще хорошо и вот в этой провинцию нас торговая компания и все и все тибетская торговая компания просто на нет сошла единственное событие с торговой компании связано я помню это создание бесплатной претензии на вот эту территорию и бодизм нихрена себе и все все торговая компания канула в лето так понимаю да да все верно на деньгах это у нас не сказалось или по крайней мере практически не сказалось торговца у нас он то появляться то исчезал неважно теперь теперь принять тибетскую культуру а как ее прямом хорошо просто ее можно поднять если я сейчас приму некоторые территории в в территории например цанг здравствуй сколько будет тебя принять наверное очень дорого больше чем то давайте счет и 3 там еще одну территорию всего до тибетскую культуру можно принять уж красиво коррупция конечно но уж красиво все равно оба посмотри такая обширная тибетского культура нами приняты вот это да ну да по на деньгах это у нас особо не сказалось вообще даже никак вот а вот выплата займов пожалуйста монетка плюс 1 это я не перестаю радоваться то что я наконец-то получаю деньги хоть какие-то а восстание понял принял сейчас разберемся так ариса против еджин агар если я сейчас не соглашусь ты же данная амалио не ступается да ну давай чё ну крепости все равно наверное содержание с них сниму потому что денежки еще и стабильность нас снимаются эти второй раз ну не подряд может быть но пару десятилетий прошло и у нас основа комета я вам не показывал первый раз это второй если чем кстати я же говорил то что она выкинет нас из союза она не выкинула ариса спасибо что как бы ценишь и любишь о господи какой у нас отвратительный наследник 20 умри пожалуйста умри умри пожалуйста умри 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 престиж при престиж пожалуйста вот на умри просто умри ладно все а раз уж такое дело а можно я и с тобой сейчас заберюсь и а рис это до меня точно не поймет а нельзя нельзя ну ладно же нас бедствия все еще приближается лиги что же делать для того чтобы на всех расширение убрать до требуется а начнется 11 через год ой 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 так укрепить правительство нужно 71 до чего там 75 это очень дорого это 300 принципе можно это сделать ох не знаю ох и не знаю 75 неприятно же да правильно получена богосклонность 0 супер эпоха абсолютизма ну давайте укрепить абсолютизм и минус 13 лайк лайк и куча куча дебафов самое время что-нибудь позабирать может быть нет а что ты заберешь а я не знаю что ты заберешь землю сословий но я другое имел ввиду какие-то мега привилегий а мы сейчас и не можем потому что они все влиятельные а там относятся неплохо короче абсолютизм у нас полностью в пролете и получается мы просто так очки потратим на неприятно ладно быстро своих расширений мы никак не сможем убрать а бедствие как бы это страшнее всего на свете поэтому вова красиво боже какой кашу сколько маячков потратили мы еще и по военте что бахмани часть земель нам обещают серьезно куже они часть земель нам обещают ариса вопрос против почему ты постоянно вы прекрати сейчас же сейчас же прикрати бахмани что же такое что воюют все вечно вот брите пример с непала самая мирная страна в мире абсолютно подожди бахмани против трех стран согласны согласны может быть ариса хочет нам вслед просто такой плевочек сделать после но перед тем как осторожность союз типа а мы вам все сделаем там территории дадим на самом деле не дадим по идее если мы были бы ботом доверие бы у нас упала тут уже как бы по рукам и до свидания ладно увидим как это все делается я что-то вообще абсолютно уверен то что арица нас кинет и подождите а 20 тысяч ко мне идут да я понимаю правильно правильно они что-то стоят тупят ну ладно пускай тупит у нас против нас новые страны вступают в калиции не то что выходят там какие-то а новые вступают мне мне все еще страшно я при доброчном обморочном состоянии просто ох не дай бог мы может эту партию эту партию говорю серию закончить чтобы не увидеть это просто чудо чудовищность всей ситуации у нас баланс 12 до 7 монет просел хрену значит случилось что-то явно очень неприятное раз такое произошло крепость а мы крепости содержим супер класс так но и но особо это и ничего не поменялось владеем уж какие-то владение северной бенгалии нет это по стандарту да ну да это все по стандарту мы ничего такого не содержим никакие и чё я говорил ладно и видимо я что-то задумался вам не сказал что я смотрю в арен того как я начал смотреть какие-то данные я что-то начал говорить просто забудьте я довольно часто что-то смотрю не комментирует ладно как вам идея например например качнуть прав правку качнет ради института 47 но тут шелк тут шелк 47 покажите мета территории вот она 40 это невероятно дорого просто невероятно дорого но это северная бенгалия наша золотоносная мега провинция ну не золотоносная так образно говорю 38 развития 35 развития и опять же северная бенгалия здравствуйте качийской принять бы эту культуру мы можем это сделать и теперь мы конечно купаемся в золости серьезно ну я я я думаю что но нет не купаемся начни купаемся о задание выполнено центр культуры я да я ни разу не смотрел на эти задания да даже читать не буду какие-то мы претензии получили верхний даб что такое верхний даб сложно сказать что такое верхний даб видимо это что то что мы уже захватили верхний даб ну ладно или нет или да а вот верхний даб так мы могли самом начале просто принять культуру к чистку и не клепать претензии а так напасть да ну супер супер будьте внимательны дети ладно так вот мы потихонечку будем тут качать провинцию а именно сейчас мы прожмем цену развития сословия нас не влияет блин как я хотел сделать так чтобы количественные идеи экономически это экономически значит минус двадцаточка там еще от политики вот эти две вместе идут идет политика на минус 10 тут минус здесь ой вообще просто кач провинции невероятного пошел круче чем за флоренцию но да как мы видим все сложилось несколько иначе не так как я планировал ну ладно ладно а мы можем построить здесь у нее нет нельзя 17 тех 17 тех он вот он так хороший вопрос стоит ли подождать так а если я буду ждать то он возможность у нас появится через вода через 12 лет пожалуй покачнем провинцию ну ладно ох боже мои мои очки мои очки монарх мне больно смотреть на это я же еще не в мире это качай ну вообще гениальность мега мозг нужно институты прирост прирост идет в мире а супер он 444 но хоть что-то приятное наследие три четверочки да и оправдание моего тупника пускай будет то что я два целых два дня не играл в европку вообще полностью все навыки растеряны да как вы поняли по тому что я долил камеру я уже хочу на этом заканчивать с вами наконец-то превьюшка хоть как-то изменится в лучшую сторону красивый красивый мощный непал вот и мин который выкинул созданников и это вроде как уже никак и не восстановишь кроме как союза а как он с нами союза ключ если у нас с ними низкое доверие видим уже не ну что друзьям подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик и пожалуй на этом все спасибо что были спасибо что смотрели как-то так